перед 63 годом как вы знаете плюс-минус несколько лет здесь конечно опять же не точность такая буквально и по часам состоялась главное событие главное событие по итогам второй мировой войны удалось американцам завладеть большей частью золота российской империи это золото к шестидесятому году плюс-минус было передано тому самому президенту кеннеди я видел сам эти бумаги с подписями всех банков и его личной подписью этого кеннеди и это золото было передано ему и на это золото что он сделал в соединенных штатах америки он запустил проект либерализма он разрешил поддержку на это золото азиатские народы и афроамериканские народы и за этом через буквально неделю прям буквально через неделю после того как он поставил подпись под этими документами получил это золото и это золото ввезли соединенные штаты этого кеннеди убили вы знаете всю эту историю она официально транслировалась в прямом эфире это было показательное уничтожение человека который загубил в итоге соединенные штаты америки как цивилизацию которую создали там на западе вот эта картина которую вы сейчас видите на своих экранах она сложилась к 1963 году и она показывает что все еще вот в этот момент европеоиды германцы и ирландцы и англичане плюс еще итальянцы и французы и поляки они занимали ведущие строчки по демографии в этой стране это была их страна это была их страна не было никого другого да вот здесь вот джевиш мексиканцы стали вот видите здесь нативные американцы они расплодились к моменту уже а это прошло 143 года они из 500 тысяч расплодились до 4 миллионов 149 тысяч хороший показатель но практически в 10 раз увеличили свою численность за 141 год это прекрасный показатель на мой взгляд посмотрите наши прошедшие 120 130 лет вот нашей россии там или еще каких других нынешних государств вы не увидите такого увеличения населения его нет его нигде нет вот такие темпы когда десятки раз когда 20 раз 30 раз бывало там даже доходили увеличение населения в каком-то конкретном городе или месте до 50 раз до 100 раз за 20-30 лет они вот эти процессы проистекали только в конце девятнадцатого века это на европеоидной территории и в середине двадцатого века на азиатской территории вот как все это происходило и это была на мой взгляд распечатка конкретных популяций которые потребовались нашей матрицы или нашим управляющим силам для каких-то своих целей цели эти очень понятны выпускают этих самых биороботов для чего то есть материализуют людей для того чтобы они голосовали потому что голосование это прямая дорога к власти единственные там дорога к власти от монархии уже давно все отказались и ну и плюс еще потребительские моменты когда вот эти люди они потребляют определенное количество выпускаемых товаров чем они побуждают промышленность к выпуску большему выпуску этих товаров ну и капиталисты естественно на этом выпуске на мануфактурах на различных предприятиях вырастали своими капиталами о чем и писал в конце девятнадцатого века тот самый карл маркс в своем труде капитал о чем и была сделана революция в россии как раз вот 1963 год это вот как раз пик советского периода когда и у нас здесь шли советские скажем так подвижки очень масштабного времени но вот перед нами как раз вот эта ситуация теперь дальше по ходу этой самой ситуации развития графика вы обращаете внимание больше даже на две части это на зеленую афроамериканцев как они будут постепенно после 1963 года забирать все лидирующие позиции в соединенных штатах и вторая это мексиканцы которые будут следовать этому же и дальше появится еще одна группа азиатских народов она помечена красным но она вообще по происхождению своему тоже должна относиться к этим синим поэтому имейте это в виду и вы увидите как после 63 года то есть после предательства кеннеди когда он запустил туда в соединенные штаты африку и азию как произошло падение этой страны если мы допустим в первую половину в середину этого времени 20 века видели что там в америке строится великая страна примерно такая же как советский союз по каким-то своим показателям то после этого внедрения туда африки и азии соединенные штаты америки стали уже вражеской по отношению к нам страной и вражеская эта страна сегодня базируется на президентах из джевиш которые уже работают против нас но за свою азию я запускаю опять график этот смотрите вы видите на третью строчку выбирается афроамериканцы посмотрите темпы с которыми они преодолевают нарождаемость англичан которые уже с первой строчки упали к 69 даже к 65 году на четвертую строчку вы видите как мексиканцы более быстрыми темпами чем даже афроамериканцы завоевывают территории соединенных штатов вот их уже 13 миллионов их уже 14 миллионов они перебираются на пятую строчку их становится больше чем тех американцев которые родились в америке за все это время откуда взялись эти мексиканцы прошло всего 40 лет с их появления но судя по графикам и они уже занимают половину от лидирующей германской популяции откуда они взялись смотрите они уже перегоняют англичан то есть тех кто и формировал эту самую американскую популяцию посмотрите как развивается афроамериканцы они приближаются уже и к ирландцам они скоро догонят и германцев которые формировали эту самую страну и посмотрите на темпы развития мексиканцев посмотрите как идут зеленые и синие графики как они идут все быстрее и быстрее внизу появились пуэрториканцы это где-то 1990 год приблизительно посмотрите афроамериканцы вышли уже на вторую строчку 32 миллиона это больше чем ирландцы и намного больше чем англичане англичан побеждают мексиканцы выходят на четвертую строчку и афроамериканцы уже к 2000 году они практически сравнялись с количеством германцев в этой самой американской стране мексиканцы тоже подтягивают смотрите белые народы европеоидные начинают терять свое преимущество в этой стране пуэрториканцы выскочили с нуля и посмотрите что они показывают своей демографии и в 2009 году появляется и китайцы они пока под красным цветом но смотрите с какой скоростью они поднимаются к 2014 году картина я ее останавливаю чтобы вы про анализировали вместе со мной получается что германцы еще удерживают пальму первенства 43 миллиона человек за ними уже 40 миллионов идут афроамериканцы совершенно непонятно откуда взявшиеся кто-то скажет что они откуда-то приехали это конечно полный бред им нужны соответствующие транспортные средства кто их будет переводить за чей счет и для какой цели вы сами понимаете я думаю что это была распечатка можно ее назвать и какой-то перевозкой по воздуху там еще как-то но это была четкая распечатка я думаю что побуждением этой распечатки включая еще и мексиканцев которых тоже 34 миллиона стало представляете они вместе теперь преодолели половину населения которую создавали до этого ирландцы например и германцы то есть афроамериканцев и мексиканцев в америке стало ну скажем так почти большинство если проанализировать дальше ну практически половина практически половину населения если к ним прибавить еще и китайцев филиппинцев джевиш и нативных американцев то есть коренных американцев то получится примерно 50 на 50 плюс минус там небольшой километр удивляет конечно филиппинцы потому что филиппины чем интересны чем интересно почему они появились вот в этом количестве народа дело в том что вторая мировая война она очень интересно тем что американцы воевали в ее пределах второй мировой войны они воевали не на европейском театре военных действий не где-то где могли бы нам реально помочь я вам говорил уже самые большие потери американцев на нашем театре боевых действий военных действий это 13 тысяч американцев при высадке в нормандии во франции все больше не было больших потерь то есть но суммарные потери американских солдат это примерно там 20-30 тысяч человек если считать уж прям скрупулезно а вот главная война американцев она проистекала как раз на филиппинах на филиппинах и почему потому что когда николай второй взял у нас в россии золото и вывозить его стал куда-то за рубеж за рубеж это были начальные годы 20 века то он сначала все это переправил в китай потом в японию а потом из этих двух стран все было переправлено уже к второй мировой войне на филиппины и там есть такой диктатор я не помню фамилию я их вообще этих не запоминаю кукол этих под их странными этими названиями ничего не имеющими общего с обычным человеческим языком но вы можете посмотреть операции на филиппинах в которой принимал участие даже один из американских президентов он принимал там вот не так давно которые прошли президенты тоже я не помню же какой именно конкретно был президент тот который на саксофоне дул и который вдул там моники левинский тоже на саксофоне где-то что-то там вдувал короче ну помните все эти моменты вот он тоже служил там на филиппинах и вот эти филиппинские проблемы по моему дуарта звали филиппинского этого лидера он хранил как раз то украденное золото две с половиной тысячи тонн чтобы вы понимали и когда кеннеди подписывал бумаги ему золото отдавали из филиппин с филиппин и оно было привезено соединенные штаты в том числе по следам этого золота которым поддерживали переселение вот этих всех народов или их распечатку она вот это переселение поддерживалось этим золотом и это золото как раз было из филиппин еще раз подчеркиваю вот вы и видите всех этих китайцев филиппинцев пуэрториканцев жжевиш натив американцев все они и мексиканцы поддерживались этим золотом включая афроамериканцев то есть азиатское золото азиатское золото романовых романовых награбленные в россии она вот таким образом переменила национальный фон национальный состав соединенных штатах америки за что и был казнен в прямом эфире тот самый президент кеннеди вот что состоялось тогда и к чему пришло сейчас это разбитый корыто называемые соединенными штатами заканчиваем этот график вы видите как все это уже проистекает нет никакой возможности для того чтобы европеоидное коренной население соединенных штатов вернул себе какую-то власть вот у нас двадцать первый год двадцать второй смотрите афроамериканцы к двадцать третьему году то есть это вот совсем недавно заняли вторую строчку с небольшим отставанием от германцев мексиканцы заняли третью строчку с небольшим отставанием ирландцы уже на 10 миллионов на 11 отстают от германцев англичане еще отстают дальше дальше и дальше вы посмотрите интересный момент что даже американцы которые родились там как бы они даже не могут конкурировать с теми народами которые живут вот в диаспорах которые указано в ближе но конечно я не знаю вся эта картина она очень такая вызывает тоску почему потому что вот эти вот желтенькие народы которые отмечены желтым они строили строили вот это государство соединенные штаты америки там происходили какие-то исторические подвижки вот убедите они жили там они женились размножались учились но что-то делали к величию свою страну вели и потом вдруг вот это предатель стукенте как моя версия об этом событии как вот она показывает и получилось так что эту страну завоевали какие-то другие люди которые к ней отношения не имели это афроамериканцы мексиканцы опять же джевиш поэрториканцы китайцы индийцы филиппинцы и если всех их сложить всех их сложить то получается так что они уже занимают они уже занимают по отношению к европе воинному населению соединенных штатов америки они занимают уже больше половины населения это объясняет то почему соединенные штаты категорически против россии почему они раньше были нам друзьями помогали нам во второй мировой войне своими лэнд-лизовскими поставками другими какими-то вещами почему мы англия америка и россия воевали против гитлера вместе почему мы воевали против гитлера вместе а сейчас и